Приветствую всех, с вами экстрименчер. Недавно я просмотрел папку с аниме и набрел на несколько годных тайтлов, после просмотра которых мне захотелось и впустить следующий рейтинг. В нем я хотел бы затронуть аниме-комедии с безумным сюжетом или необычным повествованием. Сюда не войдут такие комедии, как Коносуба, Камбанты будут высланы, Госпожа Кагуа и им подобные, поскольку с сюжетом довольно простой, да и у всех они на слуху. Также часть из представленных тайтлов может не всем зайти, но эй, это же мой список, верно? Это же удивительное. Начать я хотел бы с такого безумного аниме, как Фурикури. Выпущенное оно еще в 2000 году. Сказать по правде, сюжет здесь это лютая шляпа. На земле появляется странная фабрика медиков-мощенника, производящая различные оборудования. Главный герой, Наото, школьник, старающийся быть как все. Он постоянно тусит с Мамими, девушкой его старшего брата, которую тот когда-то спас ее из пожара, но теперь уехал. Она неравнодушна к Наоте, но тот пока слишком юн, чтобы понять это. Однажды его сбывает странная девушка на скутере, который вырубает его гитары по башке. Через какое-то время у Наоты появляется странный рок, с которого время от времени вылезают роботы, с которыми Харука борется с помощью своей гитары. Она ведет себя странно и называет себя инопланетным пришельцем. Что ей надо, неизвестно. Она селится у Наоты дома и всячески докучает его своими выходками. И все это безобразие происходит на протяжении шести серий. В сюжет въехать сложно, но аниме смотреть невероятно интересно. В первую очередь из-за безумно крутого музыкального сопровождения, которое присутствует на протяжении всей серии. Без всякого привлечения, но это очень круто влияет на восприятие. Вторая причина – это довольно классная рисовка с ярко выраженными эмоциями и очень эффектными экшн-сценами. Ну и третья причина – это некая ламповость мира, за которым просто приятно наблюдать. И да, Наоты здесь выглядит, как вполне себе нормальный школьник, а не бесхребетный слентяй, которыми зачастили делать главных героев современных комедий. Хоть аниме и старое, но от этого оно не становится плохим. В свое время мне оно понравилось именно своей атмосферой, хотя сюжет я тогда не понял. Пересмотрев сейчас, я понимаю, что оно все так же здорово смотрится. В 2018 году выпустили второй и третий сезон, которые я не рекомендую к просмотру, ибо они слишком идут в разрез с первым сезоном. Вася только что ушиб голову, ему нужен покой и уход. Только он совсем не Вася. Он мертв. Смерть наступила мгновенно, он умер как истинный Вася. Блин, ну какой же он Вася? Его зовут Наота. Умер от моих рук. А я убираю Нау и зову его Такун. Прикольно, да? Живи! Думаешь, дед остается из-за той давней любовной истории? Нет, не только из-за этого. У меня чувство, если дед уедет, произойдет что-то невероятное. Следующее аниме было выпущено в 2002 году, но узнал о нем только год назад. Это Абенабаси волшебный торговый квартал. История повествует о парне Сатоси и девушке Аруми. Их семьи дружат друг с другом, но однажды Аруми сообщает Сатоси, что ее отец хочет расшириться и открыть ресторанчик побольше, чем тот, которым заведует ее дед, поэтому они скоро покинут рен Абенабаси. Сатоси эта новость очень огорчает. Однажды он обнаруживает, что на крыше ресторана находится странный пеликан, который не видно с улицы. Дедуля рассказывает им, что это символ основателя района Абенабаси. И есть еще три в других частях района. Как-то ребята возвращались к дедушке Аруми с очередным вопросом, но обнаружили, что дедушка, пытаясь прогнать кота, который в наглую разлегся на пеликане, полез на крышу и старые подпорки не выдержали, в результате чего тот упал, насмерть разбившись, вместе с историческим пеликаном. В этот момент что-то происходит и на следующий день Аруми сатоси просыпаются в параллельном мире, где летают драконы и происходит непонятная дечь. Мир этот непростой. Ребята надо выполнить ключевую задачу, чтобы появился бесенок, который начертил бы магический круг и открыл портал, через который ребята смогли бы попасть в свой мир. Проблема заключается в том, что при входе в портал они постоянно попадают в параллельный мир. Кроме этого, все миры происходят в видоизмененном районе Абинабаси и там присутствуют все люди, которых они знают только в разных ролях. Поначалу сюжет может казаться крайне бредовым, но с середины вы начинаете понимать, почему так вышло. Сначала меня привлекла милая рисовка и то, как выражены эмоции персонажей, но потом затянул и сам сюжет. Здесь много съебных моментов, начиная от геймеров-задротов и заканчивая примитивным поведением персонажа в гаремниках. Здесь есть и комедия, и элементы Эти, и драма в сериях про молодой дедушки Ароми и бабушки Сатоси, и отсылка к Евангелиону, да и опенинг настолько приятный, что пропускать его даже не хочется. В общем, лично я не был разочарован этому аниме, особенно когда в нем всего один сезон и 13 серий. Я разъясу этот мир в плочья. Правда, я за тебя волновалась. Комму расти. Не волнуйся, я выкину твой труп на свалку, Саша. Ой, я смахнула горшок с подоконника. Осторожней там. Ой, я смахнула парту с подоконника. Ой, я смахнула доску с подоконника. А нафига всякую чушь на подоконник ставить. Хорош, учитель скоро придет. Опа, это же пердеж господин Агаро. Че, кто будет слушать говорящий пердеж? Следующее аниме просто эпатаназия мозга. Я даже не могу вспомнить, каким образом я его нашел. Пук господин Агаро. Я его посмотрел один раз и не могу забыть то, насколько в нем все безумно. Аниме проносит нас по некоторым школьным ситуациям, где в разные моменты появляется господин Агаро и начинает пердеть. А его пердеж начинает разруливать ситуации. Некоторые серии действительно познавательны. Например, в одно рассказывается о прямой зависимости между сонливостью и свежим воздухом. Ну а в другом пердеж философски размышляет о любви. Я ржал как лошадь, когда впервые увидел пук Макото и пук Цубаса, которые на серьезных щах трещали за жизнь. Да и серия с пуковой вечеринкой тоже сносит мозг. В общем, в аниме 12 серий по 3 минуты. Если хотите люто угарнуть, то крайне рекомендую просмотр. Я спайдер-пердеж. Пуковый воин пердящей планеты. А вы пуковые воины вашей планеты. Мир пуков в огне. Его поработил злой император Дарт Пук Вейдер. Мы нуждаемся в вашей поддержке. А кто, короче, она у тебя фигурка-то, ништяк. Ой, прости. А ну-ка, парш, восстань из-за мертвых. Следующее аниме я смотрел, когда интернет еще не обораспространен, и все сидели в локальных сетках и пользовались DC++. Сейчас я понимаю, насколько это аниме угарное. Убойный ангел Докуротян. По сюжету, обычный школьник Сакура в будущем станет гением и изобретет элипсир вечной молодости, из-за чего девочки перестанут расти раньше 12 лет, и это станет раем для педофилов. Ангелам такая перспектива не понравилась, и они посылают на землю своего агента Докуротян. Она должна убить Сакуру. Но в какой-то момент она решает изменить будущее, мешая ему учиться, чтобы Сакура не стал ученым и не изобрел этот элипсир. А чтобы это лучше делать, она заезжает к нему домой и поступает в ту же школу, в которой он учится. Докуротян тупая как пробка и крайне бесполезная. В любых непонятных ситуациях она достает свою огромную колотушку и сносит Сакуре башку, а потом воскрешает его. Изначально ты думаешь, что за ересь тут творится? Но градус безумия настолько зашкаливает, что тебе хочется еще. Поскольку Докуротян не смогла убить Сакуру, то со временем ангелы посылают еще одного агента Сабата. Та пытается убить Сакуру, но за него вступается Докуротян. Поскольку Сабата не может вернуться, пока не выполнит миссию, а на земле у нее нет знакомых, то она вынуждена жить в картонной коробке под мостом и побираться по мусоркам в поисках еды. Господи, да я чуть не сдох от смеха, когда узнаю, что если его ангелы украсть ним над головой, то он начнет страдать по носам, а его кожа ссыхается. Аниме крайне угарное. В нем всего 6 серий в первом сезоне и 2 серии во втором. Если у вас есть способность к отключению мозга или вы хотите научиться готовить суп из грибов, что растут на стенках туалета, то оно должно вам зайти. Давай, яйца в руки и вперед, Баклан! Накану ее жизнь! Ты же сделаешь это во имя правого дела! Отдыхай ее, пока никто не видит! Стоять не с места! Использовать состояние девушки ради собственного удовлетворения недопустимо! А ну заткнулся, педагога! Она умрет, если ничего не предпринять! Предпринять, да, но то, что ты предлагаешь, отнюдь не искусственное дыхание! Нет, нет, еще раз нет, я не могу позволить тебе! Ох, как же ты меня заебал! Давай, давай, спаси ей жизнь! Так Сокоркун станет облаком, потом дождем, потом водичка избыла, с мечтой идиота! Сим селабим, марш в чебуреки превратим! Урою, падла! Что? Это же капитан Рубен! Он настолько слен, что враги не хотят быть его врагами! Зачем сражаться с ним, спросите вы? Как бы злой вы ни были, это не поможет вам, если вы нарветесь на него! Он просто чудовище! Жестокий! Беспощадный! Непобедимый! Что это? Что за? Рубен Уильям Магеллан, известный как Уилл Тернер, Колумб, Воробей Каталина, а также как Деллафон Джеки Чанхэ, погиб. Его душа была разбросана осколками по всему свету, и это нарушило привычный порядок в природе. Но скоро кое-что произойдет. Следующее аниме не менее угарное «Яр в руине Суд». Это просто Стёб Стёбом погоняет. Курьер Диди узнает, что его батя вот-вот спрыгнет с крыши, ибо нуждается в деньгах, и он бежит к своей бабуле, чтобы та разрулила ситуацию. Она просит его немного подождать. После дитяных ожиданий, Диди вламывается в кабинет бабули и обнаруживает, что у нее открылся портал, а сама бабуля разваливает мечом злую нежить. В побеге от нежити Диди попадает в параллельный мир, откуда не знает, как выбраться. У него остался меч, который когда-то принадлежал величайшему капитану Рубану, известному как Воробей. Диди может призвать капитана на помощь с помощью слов «папаша». Вместе они пытаются отыскать осколки души капитана Рубана, чтобы тот смог помочь Диди вернуться домой. В этом им помогает вечно голодная волшебница Сяо Бинбин, которая с зажаренную курочку готова шею свернуть. Смотреть аниме невероятно интересно, поскольку юмор бьет ключом по нескольку раз в одну минуту. Меня также очень удивило, что оно сделано в Китае, а 3D-силь вообще не мешает никак его восприятию. Минус самогодности то, что оно довольно короткое, всего 12 серий по 10 минут, но я уверен, что вам оно понравится. Теперь нам никто не помешает. Ни-ничего подобного. Меня Сяо Бинбин спасет. Она явно не в состоянии. Только жрать вредно на твоей заднице. Кто меня спасать будет? Не вопрос вообще. Ще наколдую и спасу тебя. Что же, это был мой список наркоманских комедий. Как я уже говорил ранее, именитые аниме сюда не вошли, потому что они их и так все знают. Мне больше хотелось вспомянуть те аниме, которые мне понравились и которые не очень известны. Ну а вы оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу этого списка. Ставьте лайки, если понравилось это видео и подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новые обзоры. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!